Ещё раз добрый день, уважаемые коллеги! Рада всех видеть. Всё-таки надеемся, что скоро мы встретимся и очно, и увидим друг друга, и будем проводить дискуссии в другом формате несколько. Но, тем не менее, сегодняшний день диктует нам свои условия. Итак, лекарственное лечение меланома. Достаточно актуальная тема, она остаётся актуальным. С одной стороны, заболевание вроде бы и не занимает лидирующие места в структуре онкологических заболеваний, но, тем не менее, заболеваемость постепенно растёт, и каждый год больше и больше случаев регистрируется. Например, в 2018 году было зарегистрировано больше 11 тысяч новых случаев меланомы. Причём, обращаю ваше внимание, что пятая часть пациентов имеет распространённую стадию, либо местно распространённую, либо метастатическую. То есть это та потенциальная группа, которая нуждается в проведении лекарственной противоопухолевой терапии. И что мы имеем, какие сейчас новые данные. Во-первых, первое – это, конечно, адевантная терапия, то, чего мы не имели ранее, буквально несколько лет назад. А сейчас у нас есть в арсенале адевантной терапии меланомы третьей-четвёртой степени. Это стадии заболевания, это и ингибиторы ПД-1, и комбинированная таргетная терапия. И в этом году уже опубликованы данные трёхлетней безрецидивной выживаемости у пациентов с данным заболеванием. Например, при применении пембролизумаба трёхлетняя безрецидивная выживаемость более 60%. При применении неволумаба есть уже данные тоже трёхлетней выживаемости, они равны почти 60%, 58%. И есть результаты уже пятилетней безрецидивной выживаемости на таргетной терапии у тех пациентов, которые есть. Бравмутация применения доброфениба траметинеба приводит к тому, что у половины пациентов, более чем у половины пациентов, нет рецидива заболеваний в течение пяти лет. Безусловно, конечно, это достижения и достаточно значимые. И что новое происходит? Сейчас всё больше и больше обращается к применению неодевантной терапии при местно распространённых формах меланомы. И вот одно из исследований было представлено в этом году на АСКО. Прошу обратить на него внимание. Интересно это исследование. Больные с местно распространённой опухолью 3-B, 3-C стадии получали иммунотерапию, комбинированную иммунотерапию, пилюмаб с неволумабом, стандартные режимы, два цикла получили. И в зависимости от ответа, полного ответа, либо частичного ответа, либо тех пациентов, у которых не было ответа, принималось решение о продолжении их наблюдений и проведении дальнейшего лечения. И что же это исследование показало? Первое, что я хочу сказать, что ответов, полных ответов на патоморфологических ответов, на применение комбинированной иммунотерапии неволумаба с эпилюмабом достигала эта цифра 70%. Это, конечно, хороший ответ. В то время как радиологический ответ с помощью тех методов обследования, которые мы имеем, он равнялся 45%. То есть именно вот здесь в руках у морфолога важная очень информация, которая свидетельствует о том, насколько важна эта терапия. Обращаю внимание, что, конечно, наличие вот этого ответа диктует потом, что делать дальше с пациентом, его, во-первых, и наблюдение, и проведение дальнейшего одевантной терапии. Но вот это вот направление именно неодевантного применения иммунотерапии, и идут исследования по таргетной терапии, оно заслуживает внимания. Нужно сказать, что мы в прошлом году провели несколько пациентов, вот этим методом лечения пролечили, и увидели, что да, действительно достаточно интересные ответы, и думаем, что в будущем надеемся, что этот метод лечения найдет достойное применение и в клинических рекомендациях. Но сегодня пока это только результаты клинических исследований. Конечно, много изменений происходит в лекарственном лечении метастатической меланомы. И, возвращаясь вот к этому слайду, который мы уже видим в течение длительного времени, посмотрите, верхняя часть, она все больше и больше набирает название препаратов. Здесь все иммуно-онкологические препараты, которые на сегодняшний день используются, начиная с эпилюмумаба и заканчивая комбинацией неволумаба с эпилюмабом. А вот нижняя строчка, она, посмотрите, от одногодичной выживаемости уже дошла до пятилетней общей выживаемости. И, повторяю, мы же говорим с вами о метастатической меланоме. И исследования, которые на сегодняшний день опубликованы, исследованиями третьей фазы, посмотрите, результаты пятилетней выживаемости свидетельствуют о том, что третья часть пациентов переходит пятилетний рубеж на фоне таргетной терапии, доброфениб с трамитенибом, биоброфениб с хабенитенибом. Более 40% пациентов переживают те, которые получали иммунотерапию в монотерапии, и более 50%, 52% невосипи. Представляете, половина пациентов переживает пятилетний режим с метастатической меланомой. Конечно, эти результаты были совершенно бы непонятны, они казались бы фантастическими несколько лет назад, но вот сегодня мы имеем такие цифры, и они, конечно, впечатляют. И давайте остановимся на том, что мы можем еще ожидать. Конечно, вот то, что мы имеем, это одно, а то, что можно ожидать. Сейчас мы хотим результаты все больше и больше. Встает вопрос, а стоит ли сочетать иммунотерапию с таргетной терапией. И вот одно из исследований, результаты его были опубликованы в этом году, в 2020 году, они будут далее нам, далее еще интерпретироваться. Я хочу вернуться опять туда, показать, что в этом исследовании принимали участие российские центры. И здесь посмотрите фамилии Строяковского, и Льва Вадимовича Демидова. И наше исследование. То есть это исследование в российские центры хорошо вошли туда. Здесь я знаю, что и Манихас Георгий Моисеевич участвовал. Извините, Строяковского не назвал, Данила Львович. И, конечно, участие в таких больших международных исследованиях, оно, во-первых, и полезно. А во-вторых, это, конечно, определенный опыт. И самое главное, что пациенты получают то лечение, которое еще сейчас в рутинной клинической практике мы не можем себе позволить. Такое-то исследование, которое еще называлось, мы попросту ее называли трилогия, трилоджи, оно включало в себя пациентов, которые имели, во-первых, место распространенную форму заболевания, либо метастатическую форму заболевания. Они имели БРАФ-мутацию, 514 пациентов было, они стратифицировались по географическому региону и по уровню ЛДГ. И часть пациентов получали комбинированную таргетную терапию с отезолизумабом, это вемрофениб с кабинетенибом, а другие пациенты получали только таргетную терапию. И первичной конечной точкой, то, что интересовало исследователей, это была безрецидивная выживаемость. Что же это исследование показало? Во-первых, то, что первичная конечная точка была достигнута. Безрецидивная выживаемость у тех пациентов, которые получали комбинированное лечение от изолизумаб, кабинетениб и вемрофениб, почти на 4,5 месяцев была выше безрецидивной выживаемости в группе пациентов, которые получали только таргетную терапию. И, как видите, кривые здесь расходятся достаточно неплохо и на протяжении рубежа 18 месяцев, и далее идут тоже параллельно, параллельно не пересекаются. Длительность ответа. Длительность ответа здесь преимущественно выше в группе пациентов, которые получали от изолизумаб с вемрофенибом и кабинетенибом. Причем эта разница достаточно значима – 21 месяц против 12,5 в той группе, которую получали только таргетную терапию. И если говорить о общей выживаемости, то следует сказать, что на период выполнения анализа этого исследования недостаточно еще было данных, чтобы полностью оценить общую выживаемость. Но, тем не менее, здесь есть определенная тенденция, прослеживается, что общая выживаемость у пациентов в группе, получающей комбинированную терапию, выше, чем у тех пациентов, которые получали только таргетную терапию. И, конечно, с одной стороны, это эффективность лечения, а с другой стороны, нас интересуют те нежелательные явления, то есть токсичность лечения, насколько разнится этот фактор у двух групп пациентов. Ну вот, посмотрите, что первое, что хочется сказать, что те пациенты, у которых в целом наблюдались нежелательные явления, почему-то он сам переходит. Когда появлялись нежелательные явления в группе пациентов, получающих комбинированное лечение, нежелательные явления более первой степени наблюдались в 13% случаев, в то время как на комбинированном лечении около 15,5%. И какие были более примечательные осложнения, которые приводили к отмене терапии, это нежелательное явление повышения трансаминаз, повышение уровня липазы, и в группе, которую получали мемброфим с кабинетинибом, это сыпь. В целом следует сказать, что эта сочетанная терапия, комбинированная терапия достаточно удовлетворительно переносилась, и мы, и исследователи отметили, что каких-либо новых угроз для жизни пациента, нежелательных явлений каких-либо новых мы не отметили. И в целом, говоря об этом исследовании, следует сделать вывод, что комбинация от изолизума, вемброфениб и кабинетиниб продемонстрировала достоверное и клинически значимое улучшение безрецидивной выживаемости по сравнению с только скомбинированной таргетной терапией. И хочется сказать, что результаты этого исследования послужили тому, что эта комбинация уже одобрена FDA, и мы надеемся, что, во-первых, это первая такая вот комбинация, которая была удостоена такой вот чести, быть одобренной FDA. То, что касается российских рекомендаций, думаю, что в будущем и у нас она будет рассмотрена. Если говорить по общей выживаемости, то на сегодняшний день пока эти данные недостоверны, потому что на время проведения анализа не все данные были собраны. Но, тем не менее, общая выживаемость была, мы видели с вами, несколько выше в группе, получающей комбинированное лечение, то есть от изолизума и таргетную терапию. И также добавление от изолизума привело к клинически значимому увеличению длительности ответа по сравнению с проведением только таргетной терапии. И общий профиль безопасности соответствовал известным рискам каждого отдельного исследуемого препарата, новых угроз безопасности не выявлено. И практически параллельно шло еще одно исследование третьей фазы тоже эффективности иммунотерапии в сочетании с таргетной терапией. Это препарат спротализумаб, препарат, который является антипедиодиномоноклональным отителом. Он используется в комбинации с доброфенибом и трометинибом. Тоже у категории пациентов с нередиктабельной или метастатической меланомой. Но, к сожалению, вот это исследование не достигло первичной точки в отношении увеличения безрецидивной выживаемости. И в настоящее время вот эти вот результаты не могут интерпретированы и быть одобрены для клинического применения. Какие еще интересные исследования могут быть нами использованы в практической онкологии? Всегда трудность лечить меланому слизистых. И в этом году на АСКО были представлены результаты применения иммунотерапии при меланоме слизистых оболочек. И, как видите, сравнивали результаты общей выживаемости у пациентов меланомой слизистой и общей популяции. И применение сочетанной иммунотерапии выше у тех пациентов, которые получали сочетанную терапию при слизистой меланоме, при меланоме слизистых, по сравнению с теми, кто получал иммунотерапию. Вот 36% против 17% и достаточно низкие цифры 7% те, которые получали пилимом. В целом, конечно, можно сказать, что те пациенты, которые, конечно, получают в общей популяции, у них общая выживаемость значительно выше. Мы сегодня об этом говорили. И возникает вопрос у исследователей, у клинических специалистов, у онкологов, практикующих. Вообще то, что мы делаем, комбинированное лечение, например, анти-CTL4, антипедиадин, терапию. Насколько мы правы, проводя только 4 цикла? Может быть, нужно проводить иначе, может быть, более короткие курсы, может быть, доэскалировать, уменьшать дозы, потому что ведь самое главное завести иммунный ответ, и он будет реализован. Может быть, это должно быть последовательное введение. И этому было посвящено несколько исследований, результаты которых были также опубликованы на АСКО. Я вот остановлюсь на одном из исследований, исследовании второй фазы использования неволумаба и сепилимумаба у пациентов метастатической и меланомой. Было пациентам проведено стандартно два цикла терапии неволумаба и пилимумаб, стандартные дозы. А потом уже по оценке эффекта смотрели, нужно пациентов лечить дальше, проводить еще дополнительные циклы, если отмечался рост опухоли, либо не проводить, остановиться на этом и неволумаб в поддерживающем режиме. Так вот самое интересное, что та группа пациентов, у которых после двух циклов получили еще дополнительно два цикла неволумаба и сепилимаба, у них не было отмечено дополнительных эффектов и не было увеличения объективного ответа. И вот посмотрите, тоже интересно, вот этот слайд по безрецидивной и общей выживаемости. На время медианонаблюдения почти два года, 22 месяца, медиана безрецидивной и общей выживаемости, она еще не достигнута, она достаточно высока. Что еще интересно, что более 70% пациентов получили всего один или два введения неволумаба с ипилимабом. И еще интересный вот такой вывод. Посмотрели, какие же иммунологические изменения происходят в организме, те, что мы можем зарегистрировать по показаниям крови после первого цикла, после второго цикла, после неволумаба с ипилимаба. Посмотрите, те изменения, которые произошли после одного введения, они такие же идентичны и остаются и после второго. То есть достаточно, оказывается, и одной дозы запустить весь иммунный каскад для того, чтобы получить иммунный ответ. Так встает вопрос, а может быть и не надо так долго лечить пациента, правда? Конечно, я вам привожу данные пока клинических исследований. Но это, конечно, вопрос на будущее, потому что мы, к сожалению, еще только в начале, не к сожалению, может быть и к радости, в начале пути. И еще многие вопросы будут, конечно, решаться. Второй вопрос, который встает у докторов, у онкологов, практикующих, это значит, что делать, когда больные уже запрогрессировали? Мы им назначили антипедиадинтерапию, а они запрогрессировали. И вот одно из исследований тоже было представлено на АСКО. Больные с метастатической меланомией, они получали лечение антипедиадинтерапией, оставались в удовлетворительном состоянии. Как их потом лечить? Комбинированной терапией либо монотерапией? Ну что, посмотрите, комбинированная терапия показала, что она более эффективна. Исследование, конечно, небольшое. 61 из 70 пациентов были проанализированы, но отмечено 5 полных ответов. И полный ответ, райт-респонс, был равен 27% пациентов. Заметьте, это те пациенты, которые запрогрессировали на монотерапии антипедиадин. И длительность ответа была тоже достаточно большая, 18,5 месяцев. Следующий вопрос. Что делать те больные, которые запрогрессировали? Например, назначать эпилюмаб или эпилюмаб с неволумабом при прогрессировании процесса. Другое исследование. 355 пациентов было, место распространенное и метастатическая меланома. Пациенты получали как по поводу метастатического заболевания, либо с одевантной целью. И здесь больных стратифицировали. Те в зависимости от возраста, от состояния пациентов. И вот видите, которые пациенты получали эпилюмаб, большинство были из Европы. А пациенты, которые получали комбинированную терапию, здесь было больше пациентов, имеющих метастаз в головной мозг. Более было больше пациентов, которые имели бравмутацию. И жители Австралии и Соединенных Штатов Америки. Что показало это исследование? Первое, что хочу обратить ваше внимание, что, конечно, ответ на терапию после неудач монотерапии антипедиа-1 выше, когда применяем комбинированное лечение. 32% против 13% тех, которые получали эпилюмаб. И полный регресс ответа в 11% случаев против 2%. Если говорить о токсичности, то она практически сопоставима. 31%, 33% говорим о той токсичности, которая превышает третью и более степень. То есть, конечно, преимущества использования комбинированной терапии, они достаточно выше. И показатели общей выживаемости в той группе пациентов, которые получали комбинированное лечение, посмотрите, на рубеже 18 месяцев, 53% против 25%. Все свидетельствует о том, что лучше назначать комбинированное лечение после прогрессирования на антипедиа-1 терапии. Встает вопрос, как ведут себя пациенты с наличием мутации и без наличия мутации среди этих пациентов, которые имеют прогрессирование заболевания. Опять же, это группа 355 человек. И посмотрите, в целом, можно сказать, что ответ на лечение в целом 22% и 24%. Но если мы с вами будем смотреть, кто получал монотерапию и кто получал комбинированную терапию в зависимости от наличия мутации, наибольший выгруз получили пациенты, у которых нет мутации и которые получили комбинированное лечение. У них рейт-респонс, объективный ответ на лечение 37%, против тех пациентов, у которых есть мутация, здесь 21%. У пациентов, у которых нет мутации, получали только пилибмаб, у них ответ всего 10%. Поэтому имеем в виду, что, конечно, комбинированное лечение у немутированных пациентов здесь более выше. И что хочется еще сказать, обращая внимание на вот эту нижнюю строчку, те пациенты, которые ранее получали BRAF-ингибиторы, они хуже отвечают на иммунотерапию по сравнению с теми пациентами, которые BRAF-ингибиторы не получали. Вот тоже имейте в виду. То есть таргетная терапия, она тоже должна иметь определенные показания для назначения. Теперь адювантная терапия. Если больной запрогрессировал у нас на адювантной терапии, получал он антипедиадин-терапию. Что в этом случае назначить? Монотерапию либо комбинированную терапию. Но здесь вы тоже видите на этом слайде, тоже достаточно хорошо. 36% ответ при комбинированном ответе и 13% только на эпилюмабе. И что еще интересное, какие моменты хочу остановиться. Конечно, нас всегда интересует вопрос о предикторах. Есть ли какие-то клинические предикторы? Когда мы можем предсказать ответ на ту или иную терапию? И в плане ответа на лечение одним из важных предикторов является предыдущее лечение. Что получал больной в первой линии лечения? Либо эпилюмаб, либо эпилюмаб с антипедиадин-терапией. И это является наиболее важным прогностическим предиктивным маркером. Если говорить о предиктивных маркерах в отношении общей выживаемости, то здесь обратите внимание, что один из факторов является статус пациента. Следующим – это наличие костных метастазов. Об этом как-то не так много говорили. И повышение уровня ЛДГ. Эти факторы являются предиктивными факторами по влиянию общей выживаемости на терапию иммунотерапии с применением эпилюмаба, либо эпилюмаба плюс-минус антипедиадин-терапии у резистентных пациентов. Мы сейчас говорим о пациентах, которые запрогрессированы на антипедиадин-терапии. И что еще важное произошло в этом году? Хочется сказать, что это, конечно, важное событие. В этом году зарегистрирован первый отечественный ПД-1-ингибитор в Российской Федерации – Пролглимаб, торговое его название – Фортека. Он зарегистрирован для лечения пациентов с меланомой, местно распространенной и метастатической меланомой. Но в настоящее время проходят клинические исследования по другим локализациям. Поэтому, думаю, что со временем мы увидим и другие показания. Но мы считаем, что, конечно, это важное событие. Нужно сказать, что, наконец-то, Россия вышла на рынок и представила свой отечественный препарат, который также эффективно работает наравне и с другими антипедиадин-ингибитерами, как невлумаб, как пембролизумаб. Это, конечно, мы считаем, что важное событие. И, конечно, важным событием, таким негативным событием, прошло то, что мы с вами живем в условиях пандемии. И, конечно, мы взвешиваем с вами показания и риски. Самое главное, что мы понимать должны, какую пользу мы имеем от того, что мы назначаем пациентам. Мы стараемся минимизировать осложнения, которые ведут к увеличению риска присоединения вирусной инфекции, более тщательно подходить и к отбору пациентов на лечение. Но, прожив вот эти, наверное, кульминационные тяжелые месяцы, май, июнь, наверное, вы меня тоже поддержите, мы не меняли никаких точек зрения по поводу лечения пациентов. Наши пациенты продолжали лечить. И те стандарты, которые существуют, они выполнялись, и клинические исследования, которые были, они также продолжаются, и проходили, и продолжаются. И, в общем-то, на основании их мы можем делать определенные выводы. Поэтому, уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. Будем дальше работать и получать все новые и новые данные. Спасибо. Спасибо.